Итак, нефть дорожает, казалось бы, должна быть для нас хорошая новость в этом, ведь значительная часть нашего бюджета держится как раз на нефтегазовых доходах, а это социальные какие-то пособия, которые выплачиваются. Это, в общем, стабильность нашего бюджета. Но тут неожиданно совершенно счетная палата выступила с таким предупреждением. Говорит о возможном новом топливном кризисе в России. Говорят, что может произойти резкий рост цен на бензин, как это уже было в 2018 году. Вы сейчас скажете, что цены-то уже растут и действительно будете правы, потому что ситуация выглядит уже, мягко говоря, неприятно, а можно сказать и тревожно. Средние цены в России всего за неделю, к 11 марта, то есть выросли на 10 копеек. Вот 92-й в среднем по России, это средние цены, не только Калининграда, который нам сейчас звонил, касаются, выросли до 44-67, а и 95-й без 2 копеек. 2 копеек не хватило до 48 рублей. Сильнее всего цены за это время росли на Дальнем Востоке и в Бурятии. Бурятия тоже сейчас регион Дальнего Востока, но, в общем, в других регионах и вот в Бурятии, в Республике Бурятия. Ну, в общем, что хочется сказать, да что ж такое, да, вот нефть растет, нефть падает, а цены на наших автозаправках только почему-то поднимаются. Я думаю, что вы об этом обязательно будете спрашивать, потому что ни одна у нас тема обсуждения бензина и нефти без этого вопроса не обходится. Наших экспертов спрашивайте об этом, они вам все объяснят, но мы принимаем не только эти вопросы, любые абсолютно. Выходите на связь, мы в прямом эфире, телефоны у вас на экранах, все это бесплатно, звоните, пишите. Да, и у нас на связи Григорий Баженов, руководитель аналитического центра независимого топливного союза. Григорий Александрович, добрый вечер. Здравствуйте. Ну вот, видимо, неспроста счетная палата тут грозит нам топливным кризисом. Сейчас же нефтяники обратились к правительству с предложением, так сказать, накинуть, чтобы побольше компенсировали, иначе цены опять поползут вверх. Понимание не встретили. Вот что сейчас в данный момент происходит между правительством и нефтяниками? Чем они обосновывают вообще свои пожелания накинуть им, добавить поддержки финансовой? Ну, давайте просто будем немножко последовательно разбирать эту ситуацию, раскручивать цепочку, для того, чтобы в целом понять, что, зачем было и как вообще все происходило. Мы очень любим говорить о только ряде факторов, которые касаются цен на бензин. В частности, все говорят про нефть, которая дорожает, и в результате у нас растут цены на бензин. Но это лишь один из факторов. Есть и другие факторы, которые приводят к тому, что бензин дорожает на российском рынке. И один из этих факторов, и он, пожалуй, является чуть ли не ключевым, это рост налоговой нагрузки на внутренний рынок. У нас в 2021 году в очередной раз были проиндексированы акцизы на нефтепродукты. Хорошо, Григорий Александрович, давайте назовем ту составляющую бензина. 70 или 80% налоги составляют в цене бензина? Нет, смотрите, тут надо правильным образом опять-таки считать. То есть, если мы с вами возьмем акциз и НДС, то это порядка 45-50%. 40-50%, да. Григорий Александрович, вот тут главный вопрос. Смотрите, странная ситуация получается. С одной стороны, государство деньги берет с нефтяников, с другой стороны, нефтяники просят какую-то поддержку. Одной рукой даем, другой рукой забираем. Как-то немножко необычно получается, вам не кажется? Ну, это не просто необычно, это попросту глупо, на мой взгляд. Вообще, в принципе, тот демпфирующий механизм, который очень активно обсуждается на сегодняшний день, это механизм, который выстроен согласно совершенно противоречивой логике. Потому что, по сути, в тот момент времени, когда у нас наблюдаются высокие котировки цен на нефть, когда у нас наблюдаются хорошие мировые котировки на нефтепродукты, у нефтяников образуются прибыли. И они еще дополнительно субсидируются от государства при помощи вот этого демпфирующего механизма. Когда же напротив, в 2020 году у нас наблюдались существенные сложности у нефтяников, в частности, их доходы крайне сильно просели, и можно посмотреть на их отчеты, они публичные, и увидеть там, что у них образованы убытки, они должны были сверх акциза платить дополнительные суммы в бюджет, согласно этому демпфирующему механизму. При этом сумма эта не ограничена. И, например, в такой период, как апрель-май, эти суммы, дополнительные сверх выплат акциза, доходили до полуторных акцизных ставок. И ваше предложение, да, ваше предложение, как тогда поступать? Дипкий демпфер, как это назвать-то нужно? Нет, я считаю, что демпфер в принципе не нужен, его необходимо отменять. В частности, независимый топливный союз вместе с парламентариями подготовил законопроект об отмене демпфера, и мы его внесли еще летом. Сейчас он находится на стадии регистрации, прохождения всех обязательных требований для того, чтобы уже провести соответствующие чтения, и потом вести активно законодательную работу. Нужно, в принципе, пересматривать правила игры на рынке. Демпфер отменим, к чему вернемся, или к чему придем? Или, может быть, вернемся, да? Здесь уже должна... Ведь он вводился тоже не просто так, да? С какой-то целью там люди сидели, считали. Он не работает. Понимаете, проблема заключается в том, что он не работает. Он не работает вообще. Вот сами просто посудите, да? Его стали разрабатывать в середине 2018 года. Он официально вступил в силу 1 января 2019 года. Он существует чуть больше двух лет. Его пересматривают уже второй раз. Как вы думаете, это работоспособный механизм? Понимаете, ряд специалистов, экспертов, ну, разные же точки зрения на эту ситуацию есть, а они говорят, что как раз вот этот демпфирующий механизм и помог в свое время сдержать критический рост цен на именно потребительском рынке. В 2018 году демпфер никак не мог помочь, потому что он стал действовать в 2019 году. В 2018 году сдерживание цен преимущественно касалось... Было осуществлено за счет следующего. Во-первых, были снижены акцизы на 92-й, 95-й бензин и на дизельное топливо, на 3 тысячи стоны и на 2 тысячи стоны соответственно. Более того, были приведены очень резкие меры сдерживания цен, была заморозка. Поэтому говорить о том, что это сделал демпфер, ну, попросту некорректно. Мы видели положительное воздействие демпфера ровно полгода. И то тогда сама по себе ситуация не была никоим образом критична. И назвать это полноценным участием демпфера в ценообразовании мы не можем. На деле мы видели негативный эффект и крайне негативный эффект демпфера в 2020 году. У нас на бирже в июне 2020 года 98-й бензин пробил исторический максимум. Это в том числе было связано с тем, что 95-й бензин пробил исторический максимум. И это было в том числе связано с тем, что нефтеперерабатывающим заводам в условиях кризиса приходилось дополнительно платить деньги в бюджет. Пришлось снижать объемы нормативов обязательной реализации на бирже. В результате цена скакнула крайне сильно. И это прямое следствие действия демпфера. Я думаю, что вы разрешите эту проблему. Да, со зрителем поговорим, вернемся к вашей мысли. Анна из Крыма у нас на связи. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Что у вас с бензином? Сколько стоит? Чем заправляетесь? Вот мы смотрим цены какие. У нас 92-й бензин 49 рублей. Ага. Так. 92-й 49 рублей. Так. 95-й почем? 95-й еще дороже. Еще дороже. В Калининграде было 48 рублей, да? 95-й. 92-й. Это на материи, чтобы выехать в Краснодар заправиться, нам хватит ездить сколько. А у нас вот такие вот цены. Спасибо. А вот такие вот цены. А 92-м заправляется? Не удивляет вас, Григорий Александрович, машины люди не берегут? Очевидно. Ну, здесь уже как бы, смотрите, я не буду включать патерналиста и говорить людям, каким бензином им необходимо заправляться. Я думаю, что они самостоятельно могут принять решение, и это решение будет укладываться в их предпочтение. То есть я этим заниматься в принципе не собираюсь, и они могут самостоятельно здесь решать. Я могу сказать о том, почему бензин дорожает. Я могу рассказать о том, почему у нас никогда не происходит падение цен. На нефтепродукты. И почему у нас в целом сама по себе система, она настроена так, что рынок не может развиваться. Цены растут, а прибыли при этом и нефтепереработки, и в рознице маленькие. И инвестиции туда не идут, понимаете? Они падают. Григорий Александрович, скажите, а у нас возможен только рост цен? Или может быть нам еще дефицит какой-то грозит? Потому что счетная палата сказала не просто о росте цен, а о неком кризисе, о том, как этот кризис может еще проявиться неприятным образом. Предупредите нас, пожалуйста, что мы были готовы. Я думаю, что в первую очередь речь, конечно, шла о росте цен. Я очень сомневаюсь, что у нас будет наблюдаться проблема какого-то всеобщего дефицита нефтепродуктов. По очень простой причине у нас в целом, если посмотреть на общий объем производства и на объем потребления, и бензин, и дизельное топливо профицитны. То есть мы наблюдаем, что в целом объем производства выше, чем требуется внутреннему рынку. Другое дело, что из-за того, что у нас в целом налоговая система такова, что поставлять на экспорт просто-напросто выгоднее, то когда продукт уходит из страны, на это реагируют внутренние котировки, а розницу держат. Если бы розницу не держали, если бы была возможность нормально подстраиваться и вверх, и вниз, мы бы видели совершенно другую динамику. Да, мы бы видели временами рост, но временами мы видели бы и снижение. Григорий Александрович, да, вот еще насчет экспорта тоже нам это может, так сказать, прилететь еще одним концом. Леонид Федун дал интервью, рассказал о так называемой гриндил в Европе, когда, грубо говоря, отлавливают всю промышленность с грязным следом, с карбоновым. И это светит нам. И он предрек, что налоги для нашей промышленности, в том числе и для нефтяников, составят примерно 8 миллиардов евро в год. Не исключено, что эти деньги прилетят в виде повышенного бензина и в нашу сторону. То есть мы будем еще дороже платить просто потому, что они хотят туда экспортировать. Но они же все заложат, все свои издержки в цену на бензин. Есть такой риск? Нет, ну смотрите, тут еще раз, давайте правильно понимать сам по себе процесс налогообложения в отношении нефтепродуктов. У нас есть, с одной стороны, экспортные пошлины, которые снижаются год от года, и к 2024 году они должны обнулиться. Но там более сложная система расчета. Но, в общем, факт в том, что коэффициент, который в целом является ключевым, базовым при расчете экспортной пошлины, он будет обнулен в 2024 году. А акцизы будут повышаться год от года. Акцизы вы платите только тогда, когда вы поставляете товар на внутренний рынок. Из-за того, что у нас высокие акцизы, у нас не проходит импортный бензин, когда, например, цена хорошая, и можно поставлять импортный бензин на наш рынок и тем самым его балансировать. Ну, например, на Дальнем Востоке не случилось бы тех проблем, которые мы видели буквально недавно в Хабаровске и, например, во Владивостоке. Как раз тот самый дефицит, да, просто люди там стояли в очереди, записывались на заправку. Но там, смотрите, там уникальная ситуация в силу того, что это действительно голодные регионы, голодный федеральный округ с точки зрения обеспеченности нефтепродуктами. Там всего два НПЗ работают на 11 регионов. Григорий Александрович, я все-таки вернусь в свои мысли, не выйдет так, да или нет? Если с них будут драть еще одну шкуру на Западе за поставки, не отыграются ли они на нас? Я думаю, что, скорее всего, придется перенастраивать в целом налоговую систему и тогда эти риски можно будет смягчить. Если этого не произойдет, тогда, безусловно, будет перенос на внутренний рынок. Спасибо. Ну, в общем, нельзя сказать, что вы нас как-то поддержали, подняли нам настроение. Спасибо. Тем не менее, у нас на связи был Григорий Баженов, руководитель аналитического центра Независимого топливного союза. У нас следующая тема, меняем.